Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня тот самый день. Посмотри на этот взломанный твит еще раз, насладись им, ведь это то, чего мы ждали сегодня. И сегодня мы еще можем увидеть либо настоящий твит, либо пресс-конференцию Гэри Гэнслера, на которой он расскажет о взломе, как это произошло, а затем в конце объявит про одобрение ETF-а. Он просто должен это сделать, если он вменяемый человек. Конечно, в обычных случаях, когда он одобрял ETF-ы для других активов, он не проводил конференции, но здесь после всего произошедшего он просто обязан. Тем более, что, например, чикагская биржа CBOE всего 15 минут назад одобрила листинг практически всех спотовых биткоин-ETF-ов. А если конкретно, то спотовые ETF-ы от Arkinvest, VanEck, Fidelity, Franklin Templeton. Фактически, они готовы уже торговать этими ETF-ами, но SEC продолжает тянуть кота за хвост. Также на сайте Fidelity появились стикеры спотовых биткоин-ETF-ов от Arkinvest, Wisdom3, Invesco, Franklin и Hashdex. Они отображаются для квалифицированных пенсионных аккаунтов и для людей с налоговыми льготами. Правда, купить и продать еще нельзя. Но это просто пушка. Вот этот биткоин-ETF от VanEck или от Arkinvest на сайте Fidelity. Но далее, разрывная. На официальном сайте SEC, SEC.gov, в архивах я нашел этот сертификат одобрения биткоин-ETF-а от Arkinvest. Конкретно этот сертификат позволяет добавлять ценные бумаги на бирже. Дата 10 января 2024 в 10.56 утра. А теперь вспомни, что абсолютно все компании, которые подавали заявки на запуск спотовых ETF-ов, обновили свои заявки несколько дней назад, подав формы 8A. А эти формы как раз-таки и делают акции биткоин-ETF-ов зарегистрированными ценными бумагами. И тут на сайте SEC сегодня утром, по восточному времени, появляется сертификат, который одобряет листинг этих ценных бумаг на биржах. Например, на чикагской бирже CBOE, которая уже одобрила этот листинг. Или, например, на Fidelity, где уже появляются тикеры этих ETF-ов. Это означает, что у тебя на экране сейчас не что иное, как разрешение на торговлю спотовыми биткоин-ETF-ами в Соединенных Штатах Америки. Это просто невероятно. Эрик Балхунас, аналитик Bloomberg и специалист по ETF-продуктам, написал «Счастливого дня одобрения биткоин-ETF-а». На этот раз по-настоящему. Для всех, кто это празднует. Насколько нам известно, все ETF-ы будут одобрены. И, скорее всего, мы увидим официальное одобрение сегодня в 16 или 18.00 по восточному времени. А торговля ETF-ами начнется уже в четверг. Мы готовимся к этому в Bloomberg. Сейчас 12 часов по восточному времени, а значит осталось подождать максимум 6 часов. Все знаки указывают на то, что мы должны получить это одобрение. И BlackRock настолько к этому готов и настолько хочет забрать клиентов себе, что сократил комиссии своего биткоин-ETF-а до 0,12% на первые 5 миллиардов долларов и до 0,25% после этого. Другие эмитенты тоже снизили комиссионные. Они делают это не только в борьбе за клиентов, но также и потому, что ожидают большие объемы. Когда и маленьких процентов будет достаточно, так как суммы будут большие. И, кстати говоря, самые высокие проценты у Grayscale аж 1,5%. И, судя по всему, они не ожидают большого спроса конкретно на свой продукт. Но в любом случае, как бы там ни было, нас еще ожидает большая волатильность цены биткоина сегодня и в ближайшие дни. Особенно учитывая, что кто-то час назад начал пересылать тысячи биткоинов на биржу Coinbase. Одна транзакция 3 тысячи, 3 тысячи, 3 тысячи, 1460 биткоинов, 747 биткоинов. За час уже 6 переводов на общую сумму около 15 тысяч биткоинов или же 625 миллионов долларов. Кто-то продает или собирается продавать тысячи монет. Но, кроме этого, мы наблюдаем большую вспышку переводов биткоинов на биржи от краткосрочных инвесторов. Они отправили на биржи монеты на сумму около 2 миллиардов долларов. Значительная часть этих переводов находится в убытке. Речь идет о 750 миллионах долларах в этих монетах. Иными словами, фальшивые новости о принятии ETF и взлом SEC кому-то сломали нервы и терпение. Настолько сломали, что они продают биткоины даже в убыток. И я думаю, что это большая ошибка. Да, нас ожидают коррекции, но лично я ни за что не продам биткоин из-за каких-то манипуляций на рынке, которые изначально и направлены на то, чтобы я продал свой биткоин. Как можно вообще продавать свой биткоин из-за того, что взломали страницу SEC? Какой ужас, лично для меня. Посмотри на это. Это изменит твою жизнь навсегда. Это график рыночной капитализации криптовалютного рынка. И обрати внимание на нижнюю диаграмму. Это просто нереальный чит-код, который видит и дно рынка, и пик рынка, и длительность рынков, и циклов. В январе 2016 года, например, мы видели вот это пересечение, когда синяя линия пересекла красную снизу вверх. Это обозначило начало бычьего рынка спустя 5 месяцев. Смотри, раз, два, три, четыре. И на пятой свече начинается бычий рынок. Одна свеча это один месяц. Пересечение синей линии с красной уже сверху вниз, вот здесь, обозначило приближение цены к диапазону вокруг дна медвежьего рынка. Затем мы снова увидели пересечение синей линии с красной уже снизу вверх. Это стало сигналом к началу бычьего рынка спустя 5 месяцев. Посмотри, раз, два, три, четыре, пять. И на шестой месяц начинается бычий рынок. Этот коронавирусный дамп вот здесь почти спровоцировал сигнал фальшивого роста. Посмотри, мы практически завершили вот эту фигуру. Эта фигура означает сигнал фальшивого роста. Однако индикатор так его и не показал. И именно поэтому бычий рынок начался. Затем мы увидели очередное пересечение синей линии с красной уже сверху вниз, что означало приближение цены к диапазону около дна. И здесь стоит отметить еще два момента. Весь цикл от начала бычьего рынка до достижения диапазона около дна рынка составлял ровно тысячу четыре дня в обеих случаях. При этом пик рынка наступал приблизительно спустя 731 или 762 дня после пересечения. Пики бычьих рынков приходились на то время, когда эта синяя линия достигала отметок около 82-86 пунктов, а эта красная линия падала до 15 или 19 пунктов. Если мы возьмем тысячу четыре дня от этого пересечения в сентябре 2023, это приведет нас в июнь 2026 года. Именно в это время цена биткоина достигнет очередного диапазона около дна. грядущего после этого бычьего рынка медвежьего рынка, когда эта синяя линия снова пересечет красную сверху вниз. Учитывая, что исторический пик рынка наступал спустя 730-760 дней, пик этого бычьего рынка может наступить приблизительно в сентябре-октябре 2025 года. Либо тогда, когда синяя линия достигнет 82 или 86 пунктов. К чему в итоге я веду? У нас еще сотни и сотни дней впереди. И на самом деле этот рынок еще не показал рост, на который способен. Поэтому меня удивляет то, что кто-то сейчас продает. Краткосрочные холдеры отправили 2 миллиарда долларов биткоинах на биржу, чтобы их продать. При этом практически 800 миллионов долларов из этой суммы – это убытки. Они фиксируют убытки из-за взлома страницы SEC, из-за фальшивого твита о биткоине ETF. Серьезно? Еще в 2018 году я слышал, как люди говорили, что биткоин – это альтернативная финансовая система, что он нужен нам, как бегство от рабства традиционной финансовой и банковской систем. А в 2023 году все умоляют традиционные финансы взять биткоин под контроль. Я не могу поверить, что мы превратились в это. Как это произошло? Из-за взлома SEC продавать свой биткоин? Вы сошли с ума? Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok